Доброе утро, уважаемые друзья! Мы начинаем нашли с выключения. Сегодня мы будем говорить о красоте. Что это такое? Потому что безусловно всем и каждому интересно узнать, какая же она в жизни обыкновенная умница-красавица, которая завоевала титул Минску Станая 2016. Итак, сегодня у нас в гостях крестьяне Шлимер. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Ну, для вас я так понимаю, что все уже привычно. Камеры, софиты, свет база бьет, петли одевают, это все общее внимание или что-то как-то все-таки до сих пор напрягает? Ну, не напрягает, просто необычно, я еще не привыкла к такому. Ну, до этого просто была девушка, ты мне волосами высокая, красивая, и все. Обычная девочка. Ну, с необычным именем. Крестьяна. Крестьяна, да. Ну, а многие утверждают, я тут знаю, 2-3 человека, которые говорят, нет, ее правильно зовут Крестьяна. Не Крестьяна, а Хрестьяне. Хрестьяна, именно так ли. Ну, что ж, вы родом сами из Германии. Как родственники отреагировали на вашу победу, как они сказали? Наверное, там все средства массовой информации вислят в Германии о том, что девушка с немецкими корнями выиграла конкурс в Казахстане. Все такие, вау! Ну, нет, я сама родом из маленького городка в Германии, Кальтенкирхен. И меня просто родственники поздравили по скайпу. Все? Да. Вот, и сам конкурс, давайте к этому придем, потому что мы не так давно показывали всех девушек, мы беседовали с каждой конкурсанткой, потому что, вот честно сказать, я не был уверен в том, что вы выиграете. Ну, я сама не была уверена в этом. Для меня это просто было шоком, когда назвали мое имя. И, как бы, ведущий же еще тянул время, где-то минут пять, наверное, такой, кто станет? А, серьезно? Да, он такой, кто станет в ВИС, Кустана? И, как бы, вопрос говорит зрителям, и они начинают гадать. Минут пять, получается, да? Ничего себе интригу тянет. Угу. Серьезно. Хорошо, и тут назвали ваш номер, ваше имя и фамилия, вы выкупаете, и слезы потекли из ваших глаз. Нет, я удержалась. Ну, прям такое, да, повторяю. Поток эмоций сильный. И сначала я подумала, что ведущий ошибся. Потом мне показалось, что он пошутил. Но когда надели на меня корону, я поняла, что я выиграла. Когда надели на меня корону, ленту МИСКУЗНОЯ 2016, когда я себе щеку, я стану, стой, Ах, так, почему она? Вы уже поверили? Да. Правда, такого не было. Нет, но все подруги поздравили все-таки. Или все-таки были слезы разочарования. Говорили, почему она, чем она лучше. Нет, мне кажется, все девочки хорошо к этому отнеслись. Конкурс проходил в ресторане в нашем городе. Очень много было зрителей. Моя шпула тоже пошла, посмотрела. О, как красиво, как здорово. Что для вас было, может, на самом комплексе испытание очень сложное. Может, все вообще понравилось. Потому что интригу хранили до самого финала. Что там будет? Какие там платья будут? Там были какие-то уникальные... Вот я вот видел фотографии уже, когда будет платье. Это были какие-то странные произведения искусства местных дизайнеров? Это нам выделяли платья спонсоры. Какие-то дизайнеры, да, наши? Потому что я, честно говоря, их не знаю. Да. Это все, что произведет в Кустанай. У вас было платье «Рыбка» называлось? «Русалка». А, «Русалка» все-таки? Ну, по-моему, да, так называется фасон. В нем, на самом деле, было очень тесно, и я боялась упасть. Но платье само очень красивое. Ну, сейчас вы можете еще что-то сказать. Что вам не понравилось в конкурсе? Там каблуки вечные вот эти вот. Что там в конкурсе? Бесило прям. На самом финале? Да. И в конкурсе, и на самом финале. Ну, не то, что бесило. Как я, я когда пришла на конкурс, я не умела нормально ходить на каблуках. И у нас были каждодневные репетиции, и вот на этих репетициях я научилась как раз-таки ходить на них. А, и это вот это на самом финале? И на самом финале, да. Ну, меня это не бесило, а наоборот, как бы, это был хороший урок. Теперь я умею ходить на каблуках. С легкостью идти паркать на любых каблуках от 5 сантиметров до 12 и 17. Так? Да. Класс. Как жизнь поменялась? Что поменялось? Я знаю, что вот как только вы выиграли, это конкурс продлил в воскресенье. В понедельник мы уже попали на телеканал Кустанайский. И? Ну. И сразу пошло внимание, интервью, фотосессии. Да, популярность резкая. Шушу-шу-шу-ка, нет. Как так? Почему она выиграла? Да не может быть. А волосы у нее длинные, да, длинные свои. Нет, говорят, нарощенные. Натуральный цвет? Нет, не натуральный. Да? А говорят, что она еще просто себе что-то подкладывает, потому она такая высокая. Сколько очень много злых языков сразу, скажите сразу. Все натуральное, все свое, все прекрасно. Все свое, да. Семнадцать лет, здорово. Хорошо, вот что поменялось? Вы в колледже учитесь, строительном? Да, в строительном колледже. Ну, я замечаю, конечно, взгляды, там. Зависть? Ну, зависти, может, нет. На самом деле, меня много кто поздравил. Из колледжа тоже. А мальчики теперь внимание как? Еще больше уделяют? О, искусственная. Пойдем, где с вами куда-нибудь в кино. Можно и так сказать, да. А вы? Ну, мне это, в принципе, не нужно. Пока. Да и вообще. Да и вообще, хорошо. Крестьяне. Все правильно, да? Да. Я просто опять-таки для себя начинаю привыкать к вашему имени, крестьяне. Да, шикарно. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас собираетесь на конкурс Косатой Мискостана. Что там будет? Ну, мне кажется, это будет такой же конкурс, как и Мискостана, просто в масштабном. Ну, вам пока ничего не говорится, потому что вот вы уже на днях уезжаете. Да, я уезжаю завтра и приезжаю 20-го. 20-го декабря? Нет, 20-го ноября. В ноября вы приезжаете? Да. Так. Приезжаю в Астану. А, в Астану. Да. Да, да, вы приезжаете. Но сам будет готовиться 20 дней к конкурсу, потому что сам финал будет 10-го декабря. Да. Что там может происходить за 20 дней в другом городе вообще? Ну, на самом деле, я очень волнуюсь, мне пока не рассказывали, что именно там будет. Ну, я знаю, что будет конкурс талантов, ну, как всегда, выступления, дефилеты. Ну, и здесь тоже был конкурс талантов, что вы показали, скажите. Я презентовала свои рисунки, нарисовала пару рисунков специально для этого конкурса в искусстве Най, нарисовала Веронику, координатора нашего, Марину, организатора и хореографа Константина. А, Константин Чеботай. Да. Тот самый великий ужас, который поставил вам все танцы, который на вас ругался, безусловно. Да, ругался иногда, когда мы не туда шли или что-то не так делали, но в конечном итоге мы же хорошо выступили. Как конкурс там прошел, скажите, в Минскус на 2016? Отлично. Делал полностью отлично. Да, чудесно. Без сучка и заторики все было легко и просто. Да. Ну, как за кулисами, когда я выходила лично, мне казалось, что я забыла весь танец. У меня прямо такой мандраж был, очень тревожный в душе. И когда я выходила, ну, как-то руки сами делали движение, которое нужно. Да, на автоматизм нужно. Ну, что, может быть, дальше уже, ну, как говорится, архитектуру, на что вы учитесь, и пойти уже, как говорится, в модельный бизнес? Ну, даже не знаю. Вообще я хочу стать художником. Как бы художник же творит, творит, ну... Творит? В этой ныне сон. Художник творит. Все, что хочешь. Хочет рисует это, хочет рисует то, хочет так, хочет это, да? Вы можете еще даже скульптуру создать. Кстати, вам уже подарили возможность здесь делать целиком и полностью, во весь рост. Да. Скульптуру. Я буду делать ее в мастерскую «Ангел», буду делать сам Горький спиц, и я этому очень рада. Ну, вы представили... Не, ну, вы просто поймите о том, что так, это все не так просто же. Надо будет часами позировать, даже день, днями позировать. Ну, я к этому готова. И не менять позу. Просто стоять, так вот, представляете? Ну, вы этого хотите? Конечно. Ну, она будет весить вот вам одну-две тонны. Это произведение искусства. И куда руку заберете? Ну... На эту применение, да? Может, комнату поставлю? Почему бы и нет? Пускай так и будет. Давайте еще расскажем о тех титулах, которые вы еще выбрали. Помимо того, что «Мисс Кусна-2016», это понятно. Корона, кстати, вам идет. Спасибо. Спасибо. Что вы еще скажите? Ну, я получила номинацию «Мисс Степп» и «Мисс Дружба». «Мисс Дружба» выбирали сами девочки. А, то есть, ты у нас самая дружелюбная, получается? Ну, получается так. «Мисс Дружба», хорошо, 2016, это среди всех девчонок, она оказалась самая дружелюбная. И «Мисс Степп» — это школа английского. И, я так понимаю, вы будете изучать бесплатно-эскизы? Да, мне разрешили. Ну, вы, я так понимаю, знаете совершенно те жилицы. Вы знаете совершенно немецкий язык? Нет, не знаю. Вы вообще не знаете? Нет. Все идет. Ну, я знаю пару фраз, которые вам будут неинтересны. Ну, вы скажете, скажите, на немецком, что даже неинтересно. Нет, я, пожалуй, воздержусь. Ну что, большое спасибо, что вы к нам пришли, рассказали. Большое спасибо, что вы поделили своей красотой. И мы увидели воочию «Мисс Узна-2016» открытая молодая девушка. Вам, между прочим, 17 лет. Ну, мне, получается, через... Через... Ну, в общем, 24 декабря мне уже будет 18. Ну, все-таки вы хотите стать художницей. Не моделью, ничего никак. Нет, я хочу продолжать карьеру модели, но это, как известно, как бы недолговечно. Ну, то есть после 25, по-моему, карьер модель заканчивается. А вы, как вы грубо об этом сказали, 25 – это уже старость? Ну, не старость, просто так принято, что после 25 трудно уже найти работу модели. Правильно ведь? Я не знаю. Я ни разу ни один конкурс не выиграла. Это мой первый конкурс, я сама до сих пор в шоке, что выиграла. Там были, ну, девочки поопытнее у меня. Угу. И поверьте мне, они плакали в два раза сильнее. Вы бы от радости плакали, а не от горя. Я думала, от радости. Я видел и слышал. Хорошо, ваше пожелание с телезрителем с утра пораньше? Ну, я желаю всем здоровья, счастья, любви. Все. А можно еще раз вот так вот выгрузиться, чтобы круто вас показали? Ладно. Мисс Кустана 2016. Кристиана Шлидмир. Запомните, пожалуйста, это имя, ведь именно она будет представлять город Кустанай. Она уже в республикарском конкурсе Мисс Казахстан 2016. Пока еще не знаем, что там будет происходить, но уверены, что именно у вас все должно получиться. Вы же ничего жить не боитесь. На габлука ходить умеете, да? Конкурируясь с таким девочкой, вы умеете. Что еще научитесь? Рисовать вы уже умели давно, хорошо? Я стала увереннее в себе. Увереннее. Собреннее, ответственнее, внимательнее. Ну, вот сейчас вас туда мама отправляет. Вы с мамой поедете? Да, я поеду с мамой, но в тот же день она уедет. И потом только приедет на финал. На финал приедет волноваться, доченька, давай-давай-давай-давай. Ну, если что, вы говорите хорошо, а голосовать, куда надо будет, если что-то там. Или в интернете с эматиками. Вы скидывайте информацию, мы тоже будем это все озвучивать. Хорошо. Мы вас поддержим. Спасибо. Чтобы именно вы стали наконец-таки Мисс Казахстан, наша область, Кустанайская. А еще, подожди, девочки, которые вместе с вами, скажите, я вот забыл спросить, вместе с вами, первая вице-мисс, вторая вице-мисс едут? Нет, на самом деле не едут, я еду одна. Не взяли? Ну, не то, что не взяли, это же не всегда девочки с вице-мисс, они едут. Если есть такая, ну, если есть возможность, то можно. Ну, как бы, как мы говорим. Каким-то причинам участвовать в Мисс Казахстан, например, у нее там татуировки на видных местах. Серьезные? Да, бывают такие. То она автоматически не попадает на Мисс Казахстан. И тогда берут уже вице-мисс. А у вас как-то татуировок нет? У вас же великолепно, все здорово. Вы едете сама. А за свой счет? Нет, это все оплачивается. Оплачивается, да. Да, и гостиница, и проживание потом тоже оплачивается. Питание? Да, все. Шикарно. Слушайте, может быть, тоже все-таки выиграем какой-нибудь конкурс? Поедем куда-нибудь на 20 дней в столицу Востону, тем более вас, наверное, будет и туда, и сюда. И по-разному достопримечательности. Наверное, это надеюсь, да. Вот вы были в Востонину. Я была в Востонину очень давно, и я была прям там, ну, может, на 2 дня, я не помню. Ну, вот теперь вы точно с ней, по-разному, со столицы подготовитесь поближе, вы знаете все интересные и крутые места. Желаю вам победы. Хорошо? Спасибо. Ваши прожлания мы уже услышали на сегодняшний день. Ну, а мы, уважаемые дамы и господа, напоминаем, потому что сегодня у нас гостя было месяц на 2016, Кристиана Шелине, за что ей большое спасибо, потому что она нам подарила свою красоту, свой стиль. Ну, и, конечно же, уже завтра она отправляется далеко и надолго, пускай у нее там все получится. И мы будем встречаться уже с Мисс Казахстан в 2016. А наш программ продолжается. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.